Кайрат Мами 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 Кайрат Ма Кайрат Мами было думать уже о преемнике, Дарига мне лично доверительно сказала, что папа рассматривает Токаева на преемника, который будет полностью удовлетворять тем требованиям, которые предъявляет сегодня султан Назарбаев к будущему президенту Республики Казахстан. То есть вот на фоне таких замечательных отношений с Даригой, с Саралпысовной, Байбише Назарбаевой, самим Назарбаевым, Токаев снискал вот такое, я бы сказал, положительное отношение всех членов семьи к нему лично. То есть в конце 90-х годов Токаев уже рассматривался как преемник. В этот момент времени вероятнее всего после того сбоя, который произошел после арабской весны и севера Африки, когда султан Назарбаев разработал сценарий продления срока действия действующего президента на референдуме до 2020 года, когда мы помним Соединенные Штаты Америки высказали свое недовольство по отношению к зажиму демократии в Казахстане, но султан Назарбаев дал отступную и не подписал этот закон и объявил досрочные выборы президента Республики Казахстан, в которых не было совершенно никакой необходимости. И вот учитывая, наверное, вот этот момент времени, либо состояние здоровья, либо возраст, который не позволяет сегодня, а Казахстан, естественно, управляется в русском режиме и необходимо ежедневно, ежечасно контролировать все процессы, происходящие в политической жизни, в экономической жизни, в социальной сфере Казахстана, что Назарбаев, видимо, ставит для себя задачу переместиться на должность Елбасы в соответствии с конституционным законом о лидере нации. А в этой связи исполнять обязанности главы государства, президента Республики Казахстан в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией должен спикер Сената Парламента Республики Казахстан. Поэтому вот эта вот перестановка, она и была продумана, задумана и она осуществилась. Значит, необходимо ждать следующего хода реформирования структуры управления Республики Казахстан. Виктор Вячеславович, вот еще один такой очень важный момент, мне кажется, о чем мы сейчас говорим примерно, о том, что господин Такаев будет сохранять каким-то образом место для других преемников, или он и является тем самым преемником? Алексей, я вижу два направления дальнейшего развития этого процесса. Первое. Назарбаев в соответствии с Конституционным законом становится лидером нации и занимается теми вопросами, как занимается положим духовный лидер Ирана. Все политические вопросы, все духовные дела, все находится в руках у него. Я думаю, что лидер нации этими вопросами как раз и будет заниматься. Вся политика будет сосредоточена в его руках, а экономические вопросы связанные с дальнейшим развитием Казахстана будут осуществляться президентом Республики Казахстан. В этой связи, если Нурсултан Назарбаев становится лидером нации, Касамжамар Тукаев исполняет обязанности главы государства и в соответствии с первым сценарием он организовывает выборы следующего президента Республики Казахстан. В этот момент может быть выдвинута Дорига Назарбаева в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан, а все остальное окружение в соответствии с поручением лидера нации будут обязаны поддержать ее и создать тот необходимый баланс и имидж, который будет необходим для свежеиспеченного президента. Или будет выдвинута кандидатура Тукаева как преемника и который в соответствии с последними поправками в Конституцию Республики Казахстан имеет право избираться не более двух сроков президентом Казахстана. И может быть Тукаев будет рассматриваться как та наседка, которая сидит в этом гнезде и сохраняет это гнездо для будущих кровных родственников Назарбаева, которые уже к тому времени операции будут себя уверенно чувствовать в политике. То есть возможно вот эти два варианта, которые я лично сегодня усматриваю в ходе дальнейших событий. Виктор Вячеславович, еще такой очень важный вопрос. Вот во всем этом уравнении по изменению системы власти, полномочий, наследников есть фигура скажем так такая пришел на пост руководителя Сената, но Кайрат Мами покинул этот пост. Вот эта рокировка, она исключительно технический характер носит для самого Мами или здесь есть тоже какая-то политическая компонента, имея ввиду, что Кайрат Мами все-таки руководитель очень известный лидер южного клана, один из лидеров? Если чуть-чуть пораньше, как раз когда в Казахстане появилось дело Южан, и одним из главных действующих лиц дела Южан был Кайрат Мами, который по поручению главы государства был помещен под домашний арест, и понятно было, что это просто прозвучал звонок для Кайрата Мами, в связи с тем, что в любой момент этот факт может быть вытащен из запасника и по отношению Кайрата Мами могут быть применены санкции уголовного преследования, причем по самой высшей степени государственной измене, попытка государственного переворота с целью свяжения конституционной власти султана Назарбаева. И учитывая эти вот процессы, и исходя из того, что господин Тукаев менее аффилирован с другими группами и территориальными так сказать джузами республики Казахстан, а является таким, я бы сказал, несколько независимым человеком, он никакому джузу не относится, то Назарбаев больше доверяет Тукаеву и он уверен, что он будет выполнять все его поручения очень свято и слепо. Сказано, сделано. А для того, чтобы Кайрат Мами принес определенную пользу с учетом того, что над ним занесен Дамоклов меч, то Назарбаев решил переместить Кайрата Мами на прежнюю должность председателя Верховного суда республики Казахстан. И этим самым еще раз показать и Бекназарову о том, что и над ним есть определенные процессы, которые были допущены Бекназаровым в процессе возглавления Верховного суда республики Казахстан, поскольку это позволило возбудить дело судей. Это же было при Бекназарове, поэтому его перевели в высший судебный совет. Кайрата Мами назначили председателя Верховного суда и понятно, что Кайрат будет как и раньше принимать решения столь необходимые президенту Назарбаеву и всем членам его семьи. И этому будет придана законная предоплека и все будет внешне выполнено очень законно и хорошо, поскольку Кайрат Мами будет обязан президенту за то, что то дело Южан по отношению к нему было спущено на тормозах, ему дали возможность реабилитироваться и показать себя в этой структуре управления государством, в частности судебная власть, полностью преданной президенту и его семье и его клану. Виктор Вячеславович, вот буквально накануне всей этой так называемой аркировки наверху властного Олимпа, интернет-портал Республика получил анонимную информацию, которую опубликовал у себя на сайте, разместил о том, что на самом деле сгущаются тучи над братьями Шукеевыми, один из которых, как известно, возглавляет фонд Самур Казана, как вы считаете, это просто, это тоже часть вот всей этой распасовки внутри кланов правящих, или это просто совершенно несвязанное событие, может быть? Алексей, я хочу сказать, что Мурзак Шукеев, в принципе, как политик, как руководитель региона, вызывал, по крайней мере, уважение. Единственный недостаток его был, то, что он был зятем господина Симбаева, в то время первого заместителя председателя Совета Министров Казахстана, и очень в раннем возрасте стал министром экономики Казахстана. Это послужило для него минусом, поскольку действительно был очень ранний взлет. Но в дальнейшем господин Шукеев ввел такую политику человека, который имел свое собственное мнение и суждение на те процессы, которые происходили в Казахстане. И когда премьер-министром Казахстана был назначен, вы помните, Масимов Карим, то к нему первым заместителем назначили господина Шукеева, который в правительстве Казахстана начал внедрять политику контроля, отчетности и требовать, чтобы все исполнители отчитывались перед ним как перед первым заместителем председателя правительства Республики Казахстан. И он высказал на заседании правительства, я сам присутствовал на этом заседании, претензии Масимову, премьер-министру в то время, что канцелярия правительства его просто начинает изолировать и игнорировать. И он сказал, если я первый заместитель председателя правительства, так я должен влиять на те процессы и оказывать какое-то мощное влияние для того, чтобы все эти решения притворялись в жизнь, а меня изолирует. Но господин Масимов поступил совершенно по-другому. он руководителя канцелярии сделал буквально через некоторое время первым заместителем председателя правительства республики Казахстан, уравнял в должности с господином Шукеевым. И в дальнейшем ясно и понятно было, что Шукеев в этом плане пришелся не ко двору в правительстве, и затем все-таки его отнесли, помните, тогда и к делу Южан, и он был перемещен в самрук Казына, и думаю, что если только появятся вот такие процессы, о которых вы говорите, и есть такое предположение, что против него возбудят уголовное дело, то я этому не удивлюсь. Значит, Масимов, перейдя в кресло руководителя администрации президента, продолжает ту политику уничтожения людей, которые имеют свое личное, собственное мнение, суждение по этим вопросам. Спасибо большое, Вячеславович, за очень интересное содержательное интервью, я надеюсь, что мы продолжим эту серию, потому что, судя по всему, схватка за власть, так сказать, в Казахстане вышла на какую-то финишную прямую, решающую, учитывая вот то, что на днях открывается съезд партии Нуратана. Спасибо, Алексей. Спасибо,